Девятый Елисаветинский крестный ход объединил более полутора тысяч верующих. В этом году он приурочен к 20-летию канонизации царской семьи и 10-летию великого освящения храма Спаса Неркотворного в селе Усово. А 18 сентября Русская Православная Церковь совершает память Святой Праведной Елисаветы, небесной покровительницы Великой Княгини, преподобно-мученице Елисаветы Федоровны. Вот этот крестный ход объединит, опять же, люди ведь приехали со всей России, объединит всех верующих. Они также будут прославлять Бога, прославлять святых Елизавету Федоровну, преподобную мученицу, которая ведь была практически замучена ни за что. Она была замучена просто от того, что кому-то это захотелось сделать, а на самом деле Господь дал ей силы. После божественной литургии крестоходцы отправились в путь по старинным селам императорской усадьбы Ильинская Усова. Маршрут Елисаветинского крестного хода уникален. Он единственный в России, совершаемый с переправой через Москву-реку по понтонному мосту и на плотах. Всепрощение и сила духа. Такой была великая княгиня Елизавета Федоровна, основательница Марфа Мариинской обители, благотворительница и сестра милосердия. Она спасала больных, детей-сирот и раненых на войне солдат. После смерти была причислена к лику святых новомучеников российских. Это была совершенно самоотверженная женщина, которая всю свою жизнь после смерти от руки террориста, своего супруга Сергея Александровича, посвятила России, посвятила россиянам. Будучи по рождению лютеранкой, немецкой принцессой, она перешла в православие, она приняла всем сердцем наши традиции, нашу историю. И мне кажется, мы должны быть в этом смысле ее последователями. По словам Анны Громовой, села Ильинское и Усово вошли в уникальный национальный проект «Императорский маршрут», связавший места пребывания членов царской семьи в 19 регионах России.